Пенсионерка Людмила Климова готовится к своей четвертой зиме в Лиманском. Сюда женщина переехала из Тарутинского района. Ее дом затопило в результате небывалого за последние полстолетия наводнения. Деньги на новое жилье Людмиле Григорьевне выделило государство. Почему выбрали именно тогда Лиманское? Потому что здесь было тепло. Я покупала, когда меня затопило в Одесской области Березино. И я купила квартиру. А приехала и что я получила здесь? В холоде сижу. В военном городке в Лиманском 43 дома разной этажности для 300 жителей, подавляющее большинство из которых пенсионеры, проблема отопления далеко не решена. В отопительный сезон эти люди входят с тревогой и, возможно, напрасными ожиданиями. Руководство сельсовета убеждает, что в котельной все готово к работе. Оборудование установлено, проверено, где надо, подкручено. Заработает, если будет газ. Но списки должников на стенде у сельсовета не уменьшаются. Поэтому еще летом здесь приняли решение отказаться от централизованного отопления. Кто-то перешел раньше, кому-то нужно будет помочь. Принято решение о переводе жителей военного городка, которые остались на централизованное отопление, на индивидуальное отопление. Подключился областной совет. Разработана нами, разработана программа по социальной помощи населению, которая будет переходить из расчета на каждого жителя по 10 тысяч на приобретение хотя бы котла, определение приобретения счетчика, учета газа. Ясно одно. Переход быстрым и дешевым не будет. Нужно провести работу минимум на 6 миллионов гривен. На проект деньги у сельсовета найдутся. Это порядка 400 тысяч гривен. А вот дальше без помощи свыше не обойтись. Это усиление мощностей подводящих сетей, обвязка домов для возможности подключения. Все документы. Готовится проект. После того, значит, все эти работы стоят определенных денег в пределах более 6 миллионов. Частично планируется, частично с местного бюджета, частично с района. И основную львиную долю обещает областной совет. Пока же на выручку тем, у кого еще нет индивидуального отопления, приходят камины и электронагреватели. Но такую роскошь себе могут позволить лишь те, кто в состоянии заплатить за свет. А большинство жителей городка – пенсионеры, у которых нет возможности ни по газу долги закрыть, ни обогревать квартиры электричеством. К тому же лиманцы боятся, что в случае массового перехода на индивидуальное отопление у них могут возникнуть проблемы с законом. А не разрешено же делать индивидуальное отопление. Не разрешено. Люди же делают как-то. Но вообще-то по закону-то его нету. Нельзя. А вот они и дали добро. А не потому, что им деньги. Мне, если проводить это индивидуальное отопление, я где возьму? 1418 пенсия. На что я сделаю? Обогреваться тоже мне нечем. Как мне обогреваться? Вот сейчас конвектор включить. Это сколько я за свет буду платить? Коммунальные. Я без копейки. У меня отрезаны батареи. Индивидуальное что-то как-то отапливать? Ну как отапливать с конвектором, да и все. Много платить? Ой, по-разному. 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 Ну, субсидии дают, как-то выкручиваемся. Но в квартире холодно. Если бы было настоящее тепло, было бы тепло. Как будто непонятно, что тарифы выше крыши. Все платежи ЖЭКовские сделали так, что уже за горло захватили. Как скоро дойдут до Лиманского деньги из областного бюджета – большой вопрос. Ближайшая сессия областного совета запланирована на 20 числа декабря. Виталий Химий, Григорий Евич, телеканал «Репортер». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok